всем привет так ну что доехала я уже в милане честно так устала не знаю почему как дела сушки дела прикольно было в венеции я обалдела от красоты конечно город затопило очень не мог мне просто было очень прикольно ну честно но для города для города это очень страшно потому что потому что много чего испортится из-за воды да много достопримечательностей затопило и то что находится внутри зданий это как бы не хорошо и мне обидно за город но вообще мне было очень прикольно я вообще смотрела на это все думаю боже как красиво как интересно я даже рада что я оказалась такое время потому что это очень круто ну вот не знаю страшно но прикольно вот так это как всегда шик а мне кажется это чуть плохо выгружу сейчас на уставшую точно растрёпнула я расчешу волос я сейчас останусь кровать я расчешу hello from uk can you tell me please what shampoo are you using i don't know every the most simple ones that you can buy in every store but i want to try or either the brand is or even i never tried but i heard дарится митой они неужели не боятся кто не боится это как поднимаешь себе настроение и не знаю как смотря как по настроению вы смете от того что я как у меня среди даже если на хреновая но все равно какие то бывают разные предпочтения привет она как вас ждала как дочура спасибо большое у нас все хорошо сейчас в милане завтра буду уже в москве это очень сильно поднялась вода вот за день до того как я приехала нас даже лоб я была такой крутой гостиницы и там затопило даже лоби все затопило потом все естественно убрали почистили и вот когда я уезжала как раз вода начала подниматься и там дальше как дела постоянно не знаю ну блин так красиво девочки это было знаете мне не было такое ощущение что ой как страшно как думал боже как круто что я оказалась в это время это вода это так необычно это блин я попала в исторический момент та . как взять себя в руки бросить вредные привычки еду вредные привычки какие на еду блин ну и до периодами сложно кстати остановиться но есть ну просто это зависимо у меня бывает такое но я знаю все равно какую-то грань если нужно много проводить времени у зеркала загорать нравится себе в отражении радоваться тому что ты как бы выглядишь визуально каждый день все меньше и меньше загорать тебе в этом по моему помощь грубо говоря и блин наслаждаться своим отражением зеркалей радоваться каждый день тому что ты стала лучше сегодня курить о я не знаю мне нравится курить я даже не собираюсь курить меня знаете как с этим вот я хочу пить я знаю что вода в холодильнике значит мне нужно поднять жопу пойти в холодильник и взять воды там или пойти в магазин и и купить также я думаю что и сигаретами это так как мне нравится твои глаза улыбка на экс-целук тоже не очень красиво у тебя глаза всегда любой спасибо большое она пишет привет николай лора пишет молодец так мисс она ты куришь я да я курю лайков красотка спасибо самочувствую хорошие так извини конечно за что это очень красиво мне такую красивую фотку выставила на какое-то описание фото видимо дурацкая выбрала и люди не отреагировали он не хочет комментарий фотка очень красивый тоже это . грудью кормила да где-то 4 месяца плохо а вообще слышно было что я говорила ты на ангела похож мне сейчас не могло бы появится подскажи по погоде какую одежду брать берите теплую одежду потому что холодно ну смотря куда если в милан то в милане реально холодно если в венецию но тоже холодно холодно куртка нужно обязательно куртка нужно ничего открытого колготки штаны обуви закрыты описать холод я в такой же цвет перекрасилась ты была блондинка всегда раньше это сама рожала ли кесарю я рожала сама 1 4 4 месяца 4 месяца кормила комар тёпа комар тёпа у тебя прическа гоня слушайте мне прическа реально называется я упала сеновая с головой не расчесанная башка ничего расскажи как за винирами ухаживать если честно вообще раньше у меня был ирригатор сейчас нужно кстати его купить меня нет ирригатора я его потеряла вообще ирригатор да вообще ирригатор не только для винир нужно такая крутая штука его я обычные зубы нужно им делать мне очень нравится а так вообще никак не ухожу чищу обычной пастой вообще обычными щетками различными хотя жесткими типа нельзя но я не могу чистить зубы не жесткой щеткой это протри камеру сушки у меня новый телефон и тут не может вы сейчас плохой камеры когда ты сейчас где территориальная в милане расскажи как относишься к алёне савкина рапунс абсолютно нормально у меня нет к ней никаких никаких чувств так скажем так как звучит полное имя бать беатриса до 11 про так и довольна я такого хотела еще новые наушники последнего они вообще они реально убирают скажи как часто делать я вообще не делаю я делала губы три раза в жизни первый раз я сделала еще но это было сто лет назад они у меня вообще ушли наверное за неделю я была такая неделю первые дни вот такими огромными губящими уродскими потом все прошло потом я сделала второй раз они тоже сразу же рассосались вообще страдать и когда я уже сделала губы после рождения ребенка вот третий раз это было там сколько полтора года назад может даже больше вообще они не уходят вот как я сделала так они застыли ничего не менять вот сейчас класс губы так у меня все-таки губы просто я их крашу так визуально что они кажутся больше хочу со звуком я их и не делаю просто я когда крашу я делаю амбре так скажем получается внутри я оставляю пустое место до светлое здесь я затемняю губы и вот эти уголки затемня и тогда получается что губы визуально кажется больше ну и такой эффект амбре прикольно звук все скрипит суждение знаю почему со звуком проблемы я не трогаю динамику меня на весу хороший звук так шуршит я кстати не знаю что может шуршать вообще ничего не трогаю отлично слышно теперь вот и рядом стоишь внешние ресницы тоже нарощенные да сколько в губах 08 думаю я считаю что больше это уродство я за инъекции за там какие-то за то чтобы мы становились краше и краше но все должно быть в меру я считаю что у меня все сделано в мир вот удобно с нижними ресницами я вообще их не чувствую вообще то что верхней что нижней никакой разницы нету очень круто очень красиво выглядит глазки сразу такие большие и это конечно смотрится прикольно этого один из таяфона такая штука что когда телефон стоит он скрипит а он не стыд его выгода держу я взяла себе прошку ты еще венеции нет я в уже в милане с первого раза сразу видно результат или нет хочу сделать но переживаю не сдуется ли после отеку но я же говорю что первый раз у меня все сдулась второй раз у меня все сдулась и только на третий раз они застыли как бы сохранили форму и вот прошло уже полтора года до сих пор у меня эта форма держится я хожу косметологу но делаю только уже витамины делаю биорепарации очень крутая штука это витаминки вам так ставят очечно и вас лицо прям кожа сияет офигенно чистит лицо нижний тоже два часа делать ну блин нет не два часа но где-то минусор у меня тоже все сдулась первого раза но они у всех так давать потому что тоже гиауронг это вода грубо говоря все уходит вот вот ну то есть получать все уходит больно ставить уколы да неприятно не могу сказать что приятно но эффект того стоит потому что личико становится таким это не мой конечно ракурс так я была намного краше у меня тут голова болит надо подставку а какой у тебя объем верхних ресничек у меня 3d или 2d я не помню если честно и от восьмерки до десятки я не делаю длинные ресницы не люблю я считаю что ресницы должны быть короткие они вот эти вот щетки как на глазах я не люблю щетки я считаю что ресницы должны быть аккуратные не длинные ну мне так осталось и конечно разный вкус кто ты по нации я грузинка тоже люблю короче на гуще реснички но еда тоже любит короткий так ты вышла замуж еще нет но 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 так я тоже ресницы и ногти по своей не длинны при у меня ногти растут конечно как не знаю что со скоростью света мне кажется вот я когда уезжала я прямо со стригла все под корень и вот они уже выросли все равно еще короткий нормально вот такие я люблю а вот когда начинается уже вот этот вот длиннющий я не очень люблю так но скоро все может извиниться колечко у меня уже есть так оборовки на плене да но надо коррекцию делать на первый раз тоже не держит ни хрена надо три раза по-моему делать или сколько очень красивое кольцо покажи поближе вот какие процедуры делать у косметолога я делаю биорепарацию я вам познакомлю вас моим косметологом я уже часто про нее говорил я зовут камила она очень классный косметолог она мне очень нравится но никогда не фигачит ничего лишнего она не делает какие-то обезьянные губы жоп ну вот ну то есть вот это все на не делать на сделать все очень аккуратно что за камень это шампань бриллиант это шампань так 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 мы всяко милы адекватные просто так на бровях пермент или микробайтику если честно ее не узнаю она в москве нет я не в москве я в милане так зубы венера до венец усиленно залила но я выкладывал асторис не знаете чем не здесь понравилось смотрите вот есть какой крышка согласитесь это просто нереально красивая как-то называется господи люстра такая красивая люстра мне так нравится все просто роскошно как ты считаешь гороскоп это правда слушать я знаю что покажи вид из окна сейчас покажу блин а чего не могу писать коммент подождите почему-то коммент не могу писать нет я не хочу сейчас фронталка включилась так сейчас я прикреплю сайт на него зайдите вы просто обалдеете он офигенный там есть карта любви судьбы очень крутая штука обязательно почитайте с собой запередав чемоданчик так очень она реально очень красиво на настолько стильная вообще шик так tragus точка ру вот короче вот этот сайт прикрепить комментарий tragus точка ру там есть карты любви судьбы и еще там есть офигенная вот это натальной карты и прочая херня но карты любви судьбы вам очень понравится так мой старый телефон теперь мы можем сами слушать музычку у меня разбился как разбился бы эти разбил разбился сейчас подождите ботиночки на 5 лет у меня холодно обязательно зайдите на этот сайт он реально очком бесплатный то есть все абсолютно бесплатно но очень крутой смотрите как красиво вечером пойду в собор шикарно да я хочу идти вглубь потому что туда и соединение вайфая пропадет но очень красиво народу вообще дофига милан красота ну и немножечко лето с пайковыми пальмами я устала так же не просто большая опять начались вот эти вот как-то называются паническая так не мне вот это вот неврология короче опять эти все держит если немножко плохо чувствует за это потому что кислород не поступает очень болит шейка там сейчас наверное ветрено очень ветрено очень холодно очень болит киев приветствовать такие привет у меня такие некрасивые лежу надо элегантно лежать так чем лечиться при нервологии но я хотела психотерапевту больше года я не ощущала этого всего сейчас опять начала ощущать и с этим дискомфортно же вчера мне было очень плохо прямо прям плохо плохо мне пошла кровь из носа потому что не поступает кислород типа знаешь прям такое тяжелое состояние это панические атаки у меня тоже пятый год да я знаю я пошла уже лечить психотерапевту когда у меня начались панические атаки думаю что я все умру сейчас вздохнусь и не проснусь короче мне было так страшно я пошла психотерапевту мне помогло за один раз прикиньте и сейчас мне опять начинается именно сейчас опять пойти к доктору какие ощущения у меня вот здесь происходит блок я набираю воздух и воздух не поступает ну как бы я как будто раз в минуту как будто только дышу и мне прямо от этого сильно кружится голова начинается кровь из нос ну прям плохо и очень зажим защемление прямо грудной клетки и защемление вот в шее здесь то очень тяжело скажи какой доктор его зовут стефан я ходила к степанову в клинику к плюс тридцать один шесть или семь тысяч стоит первое первая консультация 2 5 или 6 я когда заплатила думает это вышло думаешь какой такой бред но еще за что вообще заплатила пошла думать и лучше крем купить какой-то косвейску тонал ковырой и но я так благодарна вот я боль я живу с этим лет десять и я реально целый год больше года даже пришла без этого и сейчас я не знаю опять началось я хочу опять пойти выздоравливающая тактика нужна на здорово красиво и хорош все хотели помогать лекарствами или беседы сушки вообще беседой больше мне бы я попросила лекарства потому что я прям попросила лекарства он гордо тебе не нужно и куда эти мне я так его и не пила потому что я вообще таблетки не умею пить пошла купила и не пила и мне помогло без таблеток с чем это у тебя связано не знаю с тем же много лет это из-за того что в голове не можешь принять какое-то решение или делаешь то что тебе не нравится знаете я не знаю вот когда я была первая психотерапевта но в тот раз я ему говорила когда была маленькая я поймала свою папу на петле он хотел себя убить и я мысль на тот момент жили вдвоем и может быть это как-то как-то привело мне в шок лишь я не знаю я уже про это давным-давно забыла но когда я была как вы хотите в этот момент я тоже рассказывала потому что я считаю что стрёмно так делать когда ты живешь с ребенком то есть надо быть таким эгоистом думать только о себе да а каково было бы мне если бы я его увидела там висящем мертвым там в десять лет по моему это перебор может из-за этого херово я не знаю ну как бы я что ему там рассказывала и мне реально прошло я думаю что многие проблемы типа таких они для меня остались но нерешенными не знаете я просто типа вот все что у меня в жизни происходило даже на доме видели мне было много трешин я всегда не прощаю а забываю забываю как бы просто тупо откладывать в какой-то ящик у меня там это где-то все башки сидит но проблему не решаю и это все видать у меня где-то в подсознании вот все здесь поэтому мне тяжеловато а так я очень счастливый гармоничный человек наверное я делаю так быть такой надо быть такой вот мучер очки мчквери мадлава маголич кировок а 40 италия стак в ангарску амерет к вам чарит я папу в субботу похоронила я жила я даже не знаю так страшно конечно с одной стороны это типа нормально в жизни до хоронить родители хуже когда родители хоронят детей и хуже этого ничего наверное нету но это очень больно очень страшно и я желаю тебе сил пережить это и как-то не подавить что ли себя изнутри вот-вот все это все за на самом деле все проблемы у нас из головы идут вот сайт который я прикрепила зайдите очень интересно там можно почитать себе кстати там карты любви судьбы очень интересный сайт я меня с ним познакомила данным давно алиса одна моя знакомая и прям по сей день пользуюсь захожу читаю про других людей очень интересно чо какао всем чо какао обожаю чо какао у меня два года как нету папы я до сих пор плачу не могу его отпустить конечно это очень страшно без родителей мы сироты есть дети семья все равно да родители это очень важно как на айфоне можно скачать трагис его не нужно скачивать просто зайдите на сайт прям заходите на сайт и все тоже желудок просит вы чо слышали вы реально слышали сейчас как вы желудок знаете как это называется блин как же это слово умное калиф был ну реально называется калиф был блин что-то хреновастенько живот кушать и кстати вроде кушала красивая змеючка голодная я вроде не голодная хотя я ничего не ела не я ничего не ела я выпила два стакана апельсинового сока по чуть кофе и половинку тарталетки все остальное что было в тарталетке я отнесла голубям слушайте я выйду потому что что-то мне надо размять шею или что-то поделать я не знаю что вместе делать я вас очень прошу я выставила фотку сегодня но очень красивая там такое доброе утро очень красивая фотография и я там очень красиво прокомментируйте пожалуйста напишите с вашим мнением вот даже если она будет плохое будем расти становиться лучше я вас очень люблю спасибо вам я ком обязательно попозже зайду а и зайдите на сайт офигеете только сначала прокомментируйте или зайдите на сайт и потом скажите спасибо но он реально очень крутой все я вас целую муа